привет сегодня на канале еще один обзор интересного устройства я назову это гаджетом она достаточно маленькая вот видите размером с ладошку даже коробка где пульт и куча проводов помещается это цифровой телевизионный ресивер который принимает новый стандарт телевизионного вещания dvb-t2 dvb-t есть стандарт 1 который принимают все современные телевизоры и почти никакие телевизоры кроме самых последней модели не принимают сигнал dvb-t2 наша коррупционная всякая не буду я ругаться матом в эфире но как только мы перешли на цифровое телевидение все купили приставки все купили телевизоры у которых поддерживается наземное цифровое вещание в формате dvb-t тут же наше правительство принимает решение что нужно переходить на dvb-t2 скорее всего это делается для того чтобы продать кучу тюнеров и перейти на dvb-t3 люди покупают выкидывают опять покупают каждые два года можно менять либо телевизор либо ресиверы ресиверы гораздо меньшее зло представьте себе какое количество этих штук можно продать на всю страну когда отключится dvb-t1 и включится dvb-t2 и вы уже на свой телевизор наземное вещание качественное эфирное не поймаете давно уже многие перешли на это дело ну конечно у многих сейчас кабельная всякая спутниковая не суть мне честно говоря нужно проблема в том что каналы которые показывает телевизор сейчас их там сетка моим 9 каналов и 3 радиоканала она dvb-t2 уже можно поймать 20 каналов из которых 17 уже телевизионных и только 3 радио и в те самые 8 каналов которые новые появились они достаточно интересны там стс и и сеточку каналов я вот здесь выложу ознакомьтесь а пока попробуем его открыть и посмотреть что же за устройство нам представляет компания bbk компания мне знакома уже много лет лет десять пользовался dvd проигрывателями и мультимедийными проигрывателями это тайваньско-китайская контора который выпускает очень качественно вполне качественно прошивки технику все у них в принципе лучше чем у такого совсем паршивого китайца причем по мультиформатности плеера их раньше воспроизводили гораздо больше форматов как медиаплеер то есть dvd был уже юсби и можно было смотреть кучу всякого контента не говоря уже о фотках процессор стоял современные пульты у них неплохие симпатичные дальнобойные ну что ж откроем на коробке кстати указаны спецификации dvbt 2 1 mpeg 1 mpeg 4 mpeg 2 mpeg 4 hdmi естественно присутствует поддерживает он воспроизведение матрешки мкв файлов и tc которые камеры цифровые пишут что у него еще из параметров сделано в китае естественно full hd он поддерживает без проблем конечно же честно говоря рядом лежал такой же tv-тюнер telefunken я возможно сделаю позже на него обзор разницу между ними найти по спецификациями прямо в магазине а брал я его в метро метро не удалось дизайн мне понравился и того одинаково не мог выбрать был прям глаза разбежались единственное что биби кей у меня был раньше мне нравились у них куча прошивок пользовательских и люди делали очень интересный интерфейс переделывали тюнинговали как попало пультик вот такой давайте откроем тебе кей заботится о своих пользователях и батарейки в комплекте часто прикладывать сейчас посмотрим может быть не в этот конечно раз у телефон кино были батарейки что меня удивил стоили они абсолютно одинаково коробочка чем-то напоминает современные медиаплееры медиа центрики такие на андроиде то была бы эта штука на андроиде ибо вообще цены бы не было так сзади имеем hdmi подключение антенны аналоговый обыкновенный но и аналоговые выходы спереди usb разъем коробочка сделана на троечку лучше бы сделали и матовую если честно здесь система охлаждения есть инструкция инструкция на русском уже хорошо режим на подображение так понимаю прогрессивку он не поддерживает 1080p поддерживает 25 кадров в секунду таймшифт запись на юсби может записывать таймшифтинг делать ставить на паузу видео передачи технические характеристики потребляемую мощность 8 ватт ничего больше интересного нет ну а дальше попробуем подключить его к телевизору и посмотрим что он там поймает итак попытался я зарядить пульт подготовил две вот такие батареечки открыл его перевернул а там вот такая штука оказывается батареечка тут в комплекте зря наговаривал часовая 3220 обозначение на пульте кому-то возможно будет интересно итак пульт recal ttx так далее звездочка пока не знаю что обозначает устройство по hdmi подключена к телевизору samsung включаем нет сигнала появился сигнал и так режим россия язык русский режим изображения 1080p 25 кадров в секунду формат изображения окей наверное надо сделать вот так так тиви канал радиоканал по-моему запустилась сканирование автоматически сразу же сканирует достаточно быстро вот он нашел частоту на которой у нас все каналы одновременно находятся название сразу есть старт спорт плюс звезда мир тнт мус и второе нашел это 2 бт-1 того 20 каналов как и ожидалось радиоканал это маяк и радио россии поиск завершён поиск завершён окей ну что ж показывает прекрасно так переключение каналов ага целиться надо все таки получше скорость переключения каналов довольно шустро гораздо быстрее чем сам телевизор переключался на 2 bt-1 видно какие передачи быстро переключаются посмотрим настройки и так субтитры нажимаем нет данных аудио звук 1 можно переключать дорожки видимо если их несколько таймер позволяет выключать настроить выключение по таймеру так меню кнопка меню приводит нас в настройки медиаплеера это можно выбрать на флешке которую подключите аудио видео и прочее список каналов можно редактировать список каналов радио и и и в телевизионных здесь можно настроить dvbt интересно что там можно настроить не полезу я туда так настройки самой системы можно менять что язык систему палм тсц настройки экрана посмотрим яркость оттенок четкость и так далее установка времени настройка таймера родительский контроль настройки меню избранное другой что за другой питание антенны отображать каналы все авторежим ожидания так выход что еще тут есть информация заводские установки сброс видимо отелла судоку даже две игры есть какие то заводские заводские а вот информация давайте посмотрим bootloader майнкоды радио ну это я не понимаю о чем речь поэтому заострить внимание не буду давайте посмотрим что за судоку ага понятно отелла понятно есть даже две игры шедеврально так ну что ж теперь посмотрим как он работает в формате медиа центра подкину я ему сейчас несколько файликов аудио и видео и фотографий и так подключаем вот такую флешечку на 16 гигов так видео 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 выбираем флешку видим на ней что то видим ну вот например есть тарзан фей загадка 720 на 480 full hd к сожалению на флешке у меня ничего нет ну попробуем загадку фей включить видео отлично никаких рывков плавно все классно звук я включать не буду так как забанят мой канал за нарушение правообладания так но уверен я что mp3 он любых форматов прочитает насчет остальных других форматов я не уверен не знаю надо смотреть скорее всего рассчитано на банальное mp3 шное воспроизведение мкв заявлено до full hd полноценного так что думаю как мультимедиа комбайн вы поищите форумы и отзывы где его описывают я так быстро не смогу протестировать все форматы но бибике я думаю не подведет и прошивки будут даже если какие то изначально есть проблемы скорее всего будут улучшенные прошивки на этом все отличное устройство 1200 рублей в метро также видел похожее устройство вальдорадо или точно такое же не помню если вам интересно наземное цифровое вещание в формате dvbt2 покупайте как медиаплеер он тоже в принципе может вам сгодиться недорого фирма bbk достаточно надежная всем удачи всем пока а 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